Для людей светских церковное образование – вещь таинственная и загадочная. Телеканал «София» посетил Вологодскую духовную семинарию в Спасоприлудском Дмитриевом монастыре. О том, как и чему учат будущих священнослужителей, рассказал первый проректор семинарии Иерей Александр Юшкин. Мы рады приветствовать вас в стенах нашей Вологодской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, Евгения. Сейчас мы с вами располагаемся в стенах Спасоприлудского Дмитриевого монастыря, где располагается основной корпус нашей Вологодской духовной семинарии. Здесь у нас располагаются учебные аудитории и общежития для студентов пастырского отделения очной формы обучения. Давайте посмотрим. Проходите, пожалуйста. Сейчас мы с вами находимся в холле перед аудиториями нашей Вологодской духовной семинарии. И в этом холле наши студенты собираются на утреннее и вечернее правила. Как я уже говорил, подъем у нас в 7.15 утра, а в 8 часов утра у нас молитва. И у нас здесь находится аналой. У нас также есть дежурный помощник, который заступает на сутки с 3 часов дня до 3 часов дня, который следит за студентами и который проводит утреннее и вечернее правила. Наши студенты читают правила и утром, и вечером, и читают они его попеременно. У нас существует график. Студенты меняются каждый день. Начни, заступает новый студент. И мы этому уделяем особое внимание, чтобы наши все студенты умели читать и умели петь. На вечернем правиле по окончании вечерних молитв они поют тропари Матери Божией, поют тропари Дмитрию и Игнатью Прилудским. И также несут послушание в монастыре на вечернем богослужении. В 5 часов вечера каждый день, опять же, два студента из нашей Вологодской духовной семинарии идут в монастырский храм, где они читают и панамарят, несут послушание. Что еще расположено на этом этаже? На этом этаже у нас расположена преподавательская, расположены две учебные аудитории, три учебные аудитории, и еще спортзал и библиотека. Вот давайте сейчас с вами зайдем в аудиторию первого курса, где в аудиторию второго курса, где у нас сейчас проходит занятие. Здравствуйте. В этих аудиториях у нас тоже был сделан ремонт. Все наши аудитории оборудованы и компьютерами. Также у нас есть проектор и экран. То есть в любое время преподаватель, если принес какие-то мультимедийные материалы, может ими воспользоваться и показать нашим студентам. Присаживайтесь. Спасибо. Пойдемте сами дальше. Здесь у нас располагается спортзал. Как вы видите, инвентаря у нас очень много, и все пользуется очень большой популярностью спросом. Кто-то у нас занимается тяжелой атлетикой, кто-то бегает на беговых дорожках. Но и наши студенты в свободное от учебы время также особой популярностью у нас используется настольный теннис. Настольный теннис играет регулярно. У нас даже установили мы лимит только до 9 часов вечера, чтобы после 9 они уже не шумели, не стучали и не шумели. Зимой в этом году мы хотим еще, чтобы закупить инвентарь для лыжных, таких прогулок, лыжных кроссов. И зимой, чтобы тоже они вот у нас были крепкими и физически подготовленными. Там библиотека, но, к сожалению, сейчас она закрыта. Но у нас нужно сказать о том, что две библиотеки. Одна располагается здесь, непосредственно в семинарии. И еще одна библиотека у нас располагается по адресу улицы Сергея Орлова, дом 1. Наша библиотека сейчас на данный момент насчитывает, вот две библиотеки вместе насчитывают порядка 20 тысяч экземпляров книг. Здесь у нас находится преподавательская, в которой наши преподаватели нашего Логойской духовной семинарии приходят и располагаются перед уроками, перед занятиями. Здесь они могут поговорить, обсудить общие вопросы по преподаванию. Также могут попить чай, отдохнуть и после этого пойти на занятия. Здесь у нас на первом этаже находится доска с информацией для студентов. Здесь у них графики и несения послушаний на богослужении, также несения послушаний по храмам города Вологды и распорядок дня. А еще здесь у нас располагаются дальше жилые кельи для студентов. В каждой келье у нас проживает по два студента. Условия у нас проживания очень хорошие. И давайте с вами вот зайдем в эту келью и убедимся сами. В этой келье у нас проживает студент третьего курса Гуляев Николай и студент первого курса Турягин Серафим. Все необходимое для проживания студенты имеют, то есть все, в чем они нуждаются, кельи эти предоставляют и укомплектованы. Сейчас мы с вами пришли в нашу проректорскую, в проректорскую Вологодскую духовную семинарию. Здесь у нас 25 и 26 августа проходили вступительные экзамены. Также здесь располагаются наши проректора, которые ведут здесь свою деятельность и занимаются научной работой. Сейчас мы с вами пришли в кабинет ректора. По совместительству пока здесь еще и располагается первый проректор нашей Вологодской духовной семинарии. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, отец Александр. Давайте приступим к нашей беседе. Хорошо. Отец Александр, давайте поговорим немножко о порядках в семинарии и о том, что же все-таки это такое за учебное заведение семинария. Расскажите, пожалуйста, вообще вот сколько высших учебных заведений духовных у нас есть в России и о том, чем они друг от друга отличаются. На данный момент в России существует две духовные академии и 37 духовных семинарий. Основное отличие училища от семинарий заключается в том, что духовное училище является средним духовным заведением, учебным заведением, а уже семинарий является высшим учебным заведением Русской Православной Церкви. И основное отличие училища от семинарий также заключается в том, что уже совсем другие учебные программы, учебные планы и совсем другие уже более расширенные курсы по тем или иным предметам. Вот Вологодская семинария скоро год исполнится, как она вновь образована. Произошли ли какие-то изменения вот за этот год? И как вам пришлось перестраиваться после того, как она была преобразована именно в семинарию после училища? Конечно же, существуют определенные критерии для получения статуса семинария. И к получению статуса мы готовились как и в учебном плане, так и, если можно так сказать, в бытовом. Были произведены ремонты в наших корпусах, были отремонтированы и жилые комнаты, и учебные аудитории. Также мы собирали определенный ряд документов для получения статуса семинария. И также в учебном плане мы сейчас, опять же, и комплектуем учебной литературой нашу библиотеку. Порядка уже двух тысяч экземпляров новых книг мы закупили. Мы двигаемся вперед и стараемся соответствовать статусу высшего духовного заведения. Вот в этом году прошел первый набор студентов уже в семинарию. Какие отличия были на вступительных экзаменах? Сколько народу было поступающих? Откуда? И был ли конкурс? 25-26 августа 2015 года у нас был набор в нашу Вологодскую духовную семинарию. И нужно сказать о том, что поток абитуриентов был очень большой. Как на очный, так и на заочный сектор обучения. К нам поступали из восьми регионов, из восьми епархий России. Конкурс у нас был. Не все поступили у нас на пастырское отделение. Некоторые абитуриенты, которые не обладали тем багажом знаний, который необходим для поступления в семинарию, были рекомендованы для поступления на катехизаторское отделение при Вологодской духовной семинарии. И на следующий год, если у них будет желание, то они могут опять же себя попробовать на вступительных экзаменах уже опять же в семинарию. А что вздавали на вступительных экзаменах? Какие предметы? И было ли это только тестирование? Или еще это было какое-то устное собеседование? В этом году мы проводили вступительные экзамены в два этапа. У нас 25 августа был экзамен письменный. У нас наши абитуриенты писали сочинения по пяти темам. И 26 августа у нас было собеседование, на котором присутствовали все преподаватели Вологодской духовной семинарии и владык-ректор. Отец Александр, с преобразованием в семинарии у вас добавились дополнительные предметы. Расскажите, пожалуйста, что преподается в семинарии и кто преподаватели? Это только ли священники или есть у вас и светские преподаватели? В нашей духовной семинарии преподают преподаватели не только в священном сане, не только священнослужители, но также и преподаватели из светских вузов. Большое внимание, конечно же, мы уделяем и библейско-богословским предметам, также и предметам, которые непосредственно связаны с ведением богослужения, так называемая литургика. Ну и эти основные предметы, которые мы, конечно же, делаем на них акцент, чтобы студенты их знали и хорошо ориентировались. У нас преподается священное писание Ветхого и Нового Завета. Также у нас много предметов и светского характера. У нас есть физкультура, у нас есть общество знания, также у нас есть английский язык, латинский язык, есть ряд еще музыкальных предметов, у нас есть церковное пение. Также с этого года у нас преподает преподаватель, который ведет вокал. То есть мы этому уделяем тоже огромное внимание и хотим, чтобы наши студенты были развиты и физически, и духовно. При изменении статуса увеличивается количество нагрузки на студентов и ведется дополнительная научная работа. Какая с того года введена практика в этом плане и что студенты будут готовить? В связи с тем, что мы получили статус семинарии, у нас сейчас четырехгодичное обучение в нашем Велогорской духовной семинарии. И учебный план предусматривает то, что наши студенты будут писать и курсовые, и дипломные работы. На третьем курсе они у нас будут писать курсовую работу, а на четвертом курсе будут писать выпускную, квалификационную, дипломную работу. И в связи с этим, опять же, у нас ведется и научная методическая деятельность. В этом году мы еще запланировали ряд мероприятий, посвященных тысячелетию присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Мы тоже готовим внутреннюю конференцию, которая будет проходить в конце учебного года. Ну и также планируем, что наши студенты будут участвовать на чтениях, и на димитриевских чтениях, и на герасимовских чтениях. Знаю, в прошлом году ездили на какие-то научные конференции, даже что-то занимали какие-то призовые места. В этом году что тогда было и что в этом году планируется? В этом году еще наши студенты не принимали никаких участий в научных конференциях, потому что учебный год только начался, и мы думаем, что во втором полугодии получим приглашение для участия в научно-просветительских конференциях. А в том году в город Санкт-Петербург, в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, ездил наш студент, студент первого курса, уже дьякон Зажигин, отец Антоний. Он ездил на научно-богословскую конференцию и занял там первое место на отделении общей церковной истории. То есть первые успехи уже, получается, есть в семинарии, да? А скажите, пожалуйста, лучшие студенты получают какие-то преимущества? Наши студенты, которые заканчивают учебный год на отлично, получают повышенную стипендию. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, вот семинария современная и семинария прошлых лет, дореволюционная семинария, послереволюционная, есть какие-то отличия или все-таки порядки, они остаются примерно такими же? Ну, если сравнивать современную семинарию и дореволюционные семинарии, то, конечно же, в дореволюционных семинариях был распорядок дня, ну и вообще требования к студентам жесткие. Вот, то есть никто там особо так расслабиться никому не давали, если можно так сказать. И мы стремимся к тому, чтобы наша современная семинария была похожа на дореволюционную семинарию. Уровень образования в дореволюционных семинариях был высокий, студенты дореволюционных семинарий могли свободно разговаривать на нескольких языках, на французском, на английском, на латинском, и могли сами давать свободно уроки. Могли быть репетиторами у детей, могли преподавать какие-то предметы сложные. И мы стремимся, чтобы наш уровень семинарий современный был похож на уровень дореволюционных семинарий, чтобы наши студенты были образованными. А вот если сравнивать с светским вузом и военными училищами, к чему ближе будет? Ну, наверное, наша семинария будет ближе к военному училищу, потому что у нас все студенты очного сектора обучения проживают внутри семинария, у них есть распорядок дня, то есть они встают по звонку, ложатся по звонку, есть отбой, есть подъем, и четко очень соблюдается у нас распорядок, внутренний распорядок нашей духовной семинарии. Расскажите, пожалуйста, как в свободное время студенты, которые постоянно проживают на территории монастыря, могут реализовать себя, вот как-то провести свой досуг, который в свободное время? У наших студентов свободное время с 3 до 6 часов дня. После того, как оканчиваются занятия в 3 часа дня, наши студенты могут выходить в город, и у них свободное время. То есть они могут общаться со своими сверстниками, общаться со своими друзьями, выходить из монастыря. Наши студенты не оторваны от внешнего мира, они могут посещать и какие-то культурные мероприятия, могут также сходить. Ну и в кино, в принципе, у нас это не запрещено. Но самое главное, они должны знать о том, что должны вернуться в 6 часов вечера. В 6 часов вечера у нас начинается самоподготовка, на которой они готовятся к занятиям следующего учебного дня. Но и в это время они могут, опять же, пользоваться и библиотекой. Также у нас в нашем семинаре есть интернет, они могут заходить в интернет. Мы подключились сейчас еще и к онлайн-библиотеке. То есть, в принципе, наши студенты могут черпать знания не только из книжных источников, но и также из электронных каких-то источников. Если у них есть какие-то творческие увлечения, например, кто-то рисует, кто-то играет на каком-то музыкальном инструменте или еще что-то, вот они могут развивать свои таланты? Да, конечно же. У нас в семинарии также есть и фортепиано, есть пианино. Студенты в свободное время, но и во время самоподготовки также могут, кто увлекается музыкой, кто играет на пианино, на фортепиано, могут пользоваться этими музыкальными инструментами. Также ряд наших студентов ездит в город и занимаются пением. И есть студенты, которые у нас ходят на секции разнообразные, ходят на дзюдо, ходят на футбольные секции. То есть, мы это не запрещаем, и студенты, которые хотят развиваться, мы даем им возможность это делать и всячески способствуем и помогаем. Отец Александр, а если кто-то из поступивших в семинарию уже женат, обязательно ли ему проживать на территории монастыря или есть какие-то другие возможности? Если студент семинарии хочет вступить в брак, жениться, то для этого ему нужно первоначально, конечно же, подать прошение на имя владыки ректора. И если владыка благословит его на вступление в брак, то после этого, после свадьбы, студент нашей семинарии может проживать дома, может проживать в городе. Такие случаи у нас уже в нашей Вологодской духовной семинарии есть, и эти студенты уже рукоположились в Сан-Диакона. А нарушители режима бывают? Ну, конечно же, нарушители режима бывают, не без этого, потому что все мы люди. Но хотелось бы сказать о том, что первоначально, если студент у нас опоздал либо на занятия, либо на урок самоподготовки, берется объяснительность с него. Если что-то серьезное совершил студент, уже нарушил более грубо распорядок дня, следует беседа с проректором по воспитательной работе. Ну, и есть определенная такая схема, система для нарушителей распорядка. Первоначально берутся объяснительные. Если студент не внимает этим замечаниям, то вывешивается выговор. Выговор. После того, если студент, опять же, не перестает нарушать внутренний распорядок, следует строгий выговор. После этого выговор с последним предупреждением. И уже после этих трех выговоров, если студент все-таки не справляется, не хочет соблюдать внутренний распорядок семинария, то уже после этого следует отчисление состава учащихся. Есть еще богословское образование на теологических факультетах светских университетов. Это государственная специальность. Похожа ли она на чем-то, на образование семинарское? Ну, если говорить о теологическом богословском образовании, то зачастую оно, если вот, насколько я знаю, существует определенный факультет при каком-то университете или институте. В чем отличие? Как практика показывает, многие выпускники теологического отделения идут преподавать в учебные заведения, в школы, основы православной культуры. И они больше, наверное, уделяют внимание преподаванию в школах. Наша особенность нашего учебного заведения в том, что мы готовим священнослужителей, мы готовим будущих пастырей, будущих священников. И наша главная задача, чтобы уже выпускник нашего духовного заведения и своей жизнью, своим примером был образцом и был показателем для всех верующих христиан. Вот если так сложится, что выпускник теологического факультета либо любого другого светского вуза захочет он стать священником, возможно ли его рукоположить или все-таки обязательно образование духовное? Если говорить о выпускниках теологического отделения, то тут уже, конечно же, на усмотрение правящего архиерея. Но вообще многие дисциплины, которые преподаются в теологических вузах, они очень перекликаются, очень сильно перекликаются с предметами нашей духовной школы. И, конечно же, выпускник теологического отделения может быть рукоположен в сан диакон и в сан священника. Что касается выпускников других высших учебных заведений, то, конечно же, им нужно поступать в духовную семинарию. И уже по окончании духовной семинарии они могут быть рукоположены в сан диакона или в сан священника. — Отец Александр, а вот могут ли выпускники нашей семинарии быть и армейскими священниками? — Ну, специально священников-капелланов мы, конечно же, не готовим. Но у нас много абитуриентов, большой процент абитуриентов, которые приходят к нам после армии, приходят к нам из каких-то и военных учебных заведений. И эти священники, и эти студенты по окончании семинария могут идти, полковым священникам могут идти капелланом. Такая практика есть. — Есть ли в семинарии практика, как в обычных советских учебных заведениях? Что это за практика? Где ее должны проходить семинаристы? И как она готовит уже к будущей работе священника, к будущему его призвания? — Отвечая на этот вопрос, хотелось бы сказать о том, что все наши студенты, наши семинарии несут определенные послушания в храмах города Вологда. Во время учебного года наши студенты ездят в храмы города. Там они несут как и панамарское послушание, так они несут послушание и на клиросе. Многие наши студенты являются и подьяконами, владыки, митрополита Вологодского, Кирилловского, Игнатия. И это также вот своего рода практика. — Это с первого курса? — Да, с первого курса. Также по окончании учебного года мы планировали, что наши студенты будут нести практику в отделах Вологодской митрополии. — А вот уже когда они заканчивают практическую учебу к третьему, четвертому курсу, они уже привисаны к определенному какому-то приходу, они уже практически готовые священники, они все знают, все могут? — Когда наши студенты уже подходят к той черте, когда они оканчивают духовный семинарию, они защищают выпускную квалификационную работу, то, конечно же, да, они уже в какой-то степени готовы для служения. Но это все уже остается на усмотрение самого владыки. И распределение происходит следующим образом. Студент, который либо во время обучения, либо по окончании духовной семинарии захотел рукополагаться в сан-диакон, в сан-священника, подает прошение на имя владыки, в нашем случае непосредственно на имя владыки-ректора, и уже владыка сам распределяет будущего священника, будущего пастыря на тот или иной приход. Но это уже происходит непосредственно после рукоположения. Сначала владыка, если благословляет нашего выпускника на рукоположение, он рукополагается, и после этого он получает указ о назначении в тот или иной храм в Вологодской митрополии. А может ли студент выбрать место своего пребывания дальнейшего, либо, допустим, он может быть откуда-то из другой епархии, он захочет ехать на родину, либо, может быть, семья его переезжает куда-то, то есть какие-то такие жизненные моменты. Есть возможность как-то предложить и поехать куда-то в другое место? Ну, как мы с вами уже говорили, многие абитуриенты, уже студенты, к нам пришли и из других епархий. У них есть рекомендации правящего архиерея, которая направляет их на обучение в нашу духовную семинарию. И если студент хочет после окончания обучения вернуться к себе на родину, в свой город, то, конечно же, мы этому не препятствуем и отпускаем студента, чтобы он трудился в своем городе. Но студенты, которые непосредственно поступают к нам из города Вологда, из нашей митрополии, то мы им оставляем, конечно же, свободу выбора. Они сами вольны решать, либо они принимают священный сан, либо же они несут послушание, просто несут послушание в каком-то из храмов нашей Вологодской митрополии. — Скажите, пожалуйста, выпускники Вологодской семинарии будут получать диплом государственного образца? И кем они, кроме как священников, смогут работать? — Если вы говорите о дипломах, которые будут получать наши студенты, то мы сейчас идем к тому, чтобы получить, вот мы уже получили сейчас статус семинария, мы идем к тому, чтобы в дальнейшем нам получить и лицензию еще на ведение учебной деятельности, и также, чтобы получить государственную аккредитацию. — То есть те ребята, которые вот в этом году поступили на второй курс, у них есть еще два года, и возможность того, что за эти два года хост станет государственным и получат они уже дипломы государственного образца велика, да? — Да, пока у нас на данный момент выпуска на пастырском отделении ни одного не было, и мы будем стараться к тому, что у нас еще сейчас есть два года, будем идти к тому, чтобы за эти два года получить государственную аккредитацию, и чтобы наши студенты выходили уже с государственными дипломами. — Вот вы уже сказали о том, что вы даете своим семинаристам, студентам свободу выбора, они могут либо стать священниками, либо не рукоположиться и остаться где-то при церкви, выполнять какие-то послушания. Какая может быть специальность у них еще, кем они смогут устроиться, работать? — Ну, вы знаете как, говоря об этом, хотелось бы сказать о том, что процент людей, которые после окончания духовной семинарии не рукополагаются, а уходят из вообще как бы церкви, он минимален, их нет. Все остаются так или иначе при храмах и со временем с Божьей помощью приходят к тому, что им нужно рукополагаться и служить Богу. То есть наши все выпускники посвящают свою жизнь Богу, и они остаются все при церкви. Такого, чтобы к нам обращались студенты, по своему опыту, знаю, чтобы они обращались и куда-то там уходили на другие работы, в другие сферы, такого, не к сожалению, а такого нет. То есть, скорее всего, те, кто понимают, что они к этому не готовы, отсеиваются на процессе обучения, да? Да, хотелось бы сказать еще о том, что все поступающие в духовную школу, в духовную семинарию, они этот выбор делают сознательно. Они после окончания духовной семинарии уже на другие работы не идут, они остаются все при храмах, в церкви. И если такие люди все-таки встречаются, абитуриенты встречаются, которые не хотят связать свою жизнь с церковью, то они отсеиваются на первом этапе, еще на этапе поступления в духовную школу. Спасибо большое, отец Александр, за ваши ответы, за интересную беседу. И надеемся, что у вас все получится в дальнейшем, все ваши планы реализуются и будет наше Вологодское семинарие процветать. Спасибо, Господи, за ваши благопожелания. Мы очень рады всегда вас видеть в нашей духовной Вологодской семинарии. И спасибо, что к нам приехали.